Итак, продолжение нашей истории про срыв резьбы в каретке и так далее. Значит, в прошлый раз я записывал видео о том, что у нас последний виток полностью заржавел закис, и при выкручивании мы сорвали все витки резьбы с обоих сторон каретки. То есть сделать здесь было вообще ничего нельзя. И нарезать здесь резьбу невозможно, потому что не в чем. Здесь уже меньше металла, чем нужно. То есть нарезать просто не в чем, здесь пустая каретка. Осталась только внешняя трубка. И тут же, не отходя от кассы, на следующий день у нас приезжает велосипедик, которому 10 лет, который катался у нас, соответственно, и зимой, и летом, в самую разную плохую погоду. Здесь у нас похожая история. Здесь у нас получается шимановская каретка. У нас левая чашка пластиковая, она выкрутилась, а правая чашка у нас стальная. И вот эти вот витки закисли настолько, что они при выкручивании начали повреждать, вот здесь видно, видите, вот этот самый первый, ой, где-то вот тут вот. Ну, короче, забиты они грязью. И какой-то из этих витков, вот, видно, тут кусочки, кусочки алюминия, которые выкрутились при выкручении каретки. Соответственно, вот у нас чашка. То есть, видите, она у нас довольно сильно такая вся закисшая, поврежденная и так далее. И когда мы берем новую каретку с нормальными витками и пытаемся ее сюда закрутить, она у нас доходит на сколько-то там оборотов. Сейчас я попаду аккуратненько. Просто не получается левой рукой. Вот она заходит, все, и дальше не идет, дальше застревает. Соответственно, если мы сейчас силовым способом каретку начнем закручивать, то, скорее всего, мы сорвем все оставшиеся витки нафиг полностью. Вот, соответственно, вот именно в этом случае, когда каретку закрутить не получается, то есть у нас что-то где-то там застряло, да, и мы не хотим дальше закручивать каретку, потому что если у нас сейчас застрянет в каретке, мы уже потом ее никогда не выкрутим. Мы сорвем все оставшиеся витки. Для этого у нас есть набор как раз всяких разных метчиков. Сейчас мы будем пробовать прочистить эту резьбу. Опять же, не факт, что это получится, потому что вполне возможно, что там какая-то застряла стружка, песок, песчинка, не знаю, все что угодно, да, кусок вот этой металлической, металлическая витка. И при нарезке резьбы у нас этот виток тоже застрянет, либо в метчике, да, соответственно, вот здесь вот он может застрять, может виток у метчика отколоться, либо может его дальше туда начать срезать. Поэтому сейчас вкручиваем метчик, если получается, мы резьбу спасли. Если нарезать резьбу не получается по какой-либо причине, потому что тут все, вот видите, закисшее, все плохо, это уже почищено, это уже все вымыто. Соответственно, придется опять же так же ставить ремонтную каретку. Хорошо, здесь 68 стакан, соответственно, с ремонтными каретками проблем не будет. Так, пока не получается даже метчик сюда вкрутить, вот там он сверху видно очень сильные посерединке, сейчас я пальчиком попробую, вот там он очень сильные окислы в глубине. Видимо, и первые витки тоже повреждены, пока просто не удается вкрутить метчик по резьбе. То есть он очень туго заходит, соответственно, он заходит, вероятно, не по резьбе и пытается ее подмять, скажем так. Сейчас будем пробовать, может быть, получится прорезать и нарезать новую резьбу, а может быть, хана каретки придется ставить, соответственно, сюда ремонтную историю. То есть вот так вот включивается с той стороны направляйка, дальше берется такая капсула, от руки пытаемся закрутить. Если от руки не получается, ставим ручки и просто прогоняем резьбу. Главное попасть в первый виток, не срезать его, а пока вот на данный момент не заходит, не заходит эта история, то есть видите, она даже еще вот так вот отторцована, специально для того, чтобы вот хорошо заходило. Каким-то чудом я попал в резьбу и полностью ее прогнал. То есть видите, вот эти первые витки, они уже как бы подрезаны, а вот самые дальние витки, это то, что новые, то, что с завода идут. Соответственно, я полностью ее прошел метчиком. Видно, что еще осталась кое-какая стружка. Значит, проблема какая? Когда вы начинаете закручивать метчик, начинает он подрезать либо грязь, либо окислы, и появляется стружка. Нужно как только туго идет, сразу же обратно выкручивать, пробовать всю эту стружку и прочищать еще раз заново. Там либо щеточкой какой-то, да, либо компрессором все это вычищать. То есть нужно проходить, соответственно, нужно постоянно вычищать вот эту всю стружку. То есть вы вкрутили на оборотик, выкрутили, прочистили стружку, и так делать несколько раз. Потому что если вы очень сильно углубитесь внутрь, очень будет много стружки, когда начнете метчик выкручивать, стружка начнет точно так же забиваться в эти пазы, в эти шлицы, и, соответственно, все будет плохо. Вот, соответственно, вот мы сейчас немножечко все это прочистили. Берем опять же новую каретку и пытаемся ее вкрутить. Сначала все это закручивается без смазки. То есть просто мы проверяем. Соответственно, мы сейчас приложим, крутим каретку, приложим шатун и проверим. А, там чашка мешает с той стороны. Вкрутим шатун. Проверим, как у нас шатун пролегает к каретке, как у нас будет работать переключатель условно, да, и только после этого выкручиваем каретку и собираем ее уже на смазку. Соответственно, и метчиком, когда мы проходимся изначально, нужно сначала все проходить на сухую, потому что если вы нанесете смазку, там, ВД-шку и что угодно, у вас вот эта вся стружка начнет очень сильно прилипать к резьбам и к метчику. И вам каждый раз после закручивания метчика придется прочищать резьбу и вымывать всю эту смазку. Поэтому особого смысла нанесения смазки нет. Мы же не нарезаем резьбу, мы просто ее... Вот смотрите, как хорошо идет. Мы эту резьбу... Люфта нет. Эту резьбу просто на сухую всегда прочищаем. То есть при нарезке резьбы, да, там нужна смазка, а при прочистке резьбы никакая смазка не нужна. Все. Каретка у нас закрутилась идеально. Люфта никакого нет. Соответственно, все. Выкручиваем каретку, наносим смазку и дальше собираем все это уже в натяжку с определенным усилием. То есть, когда у нас нужно прочистить резьбу или когда у нас есть мясо, в котором эту резьбу можно нарезать, когда мы резьбу нарезаем. А когда у нас резьба, витки все сорваны полностью, да, то есть каретка просто болтается, там уже нарезать не в чем. Вот это отличие, да, когда нужно наплавлять металл или использовать ремонтную каретку, или когда ее резьбу можно восстановить. Здесь, как видите, витки уже слегка поведены. То есть, если мы сюда вкрутим каретку без смазки или если мы будем кататься зимой в плохую погоду, а этой раме ровно 10 лет и она каталась зимой, то есть, она отъездила где-то лет 8 зимой, потом ее подарили другому человеку и она уже там только летом каталась. То есть, 8 лет эта рама отъездила зимой, поэтому каретка, соответственно, и закисла. Тем не менее, потому что она шиманская, потому что она крутая, нодированная. Все равно, видите, то есть, некоторые витки получаются повреждены. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok